Всем большой привет! Попали под дождь, волосы уются, Настя за кадром. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, какие федеральные земли в Германии принимают сегодня украинских беженцев. По данным интернациональной команды волонтеров, по состоянию на 20 августа 2023 года украинских беженцев принимают в таких землях и общинах Германии. Баден-Вюртемберг, Рейнванд-Фальц, Саксония, Гессен, Тюринге, Бавария, Северная Рейн-Вестфалия. Мы находимся, кстати говоря, на земле Северной Рейн-Вестфалия, и здесь есть такой город Бохум, он принимает беженцев. Знаем многих людей, которые были в этом лагере, поэтому как-то так. Так, ситуация с приемом украинских переселенцев в разных землях Германии быстро меняется, иногда даже несколько раз в течение дня. Более того, реальная динамика заключается в том, что даже если вы попали в землю, официально прекратившую прием мигрантов, у вас есть возможность остаться на ее территории. Однако это требует соответствующих условий, а точнее счастливого совпадения обстоятельств. Фактически, возможность остаться на территории земли, которая не принимает беженцев, возможно лишь в случае, если у вас нет распределения в другую землю. И когда на момент вашего прибытия из этой земли выехали многие украинцы, что создало свободные места. Однако, понятно, что такой сценарий достаточно сложно предусмотреть или учесть. Обратите внимание на то, что каждая земля в Германии имеет собственные нормы по распределению между регионами и городами людей, которые ищут убежище. Важно учитывать, что сегодняшние украинские переселенцы имеют возможность осесть преимущественно в небольших городках и поселениях Германии, поскольку крупные города, как правило, уже давно переполнены и не берут на себя нагрузку по приему мигрантов. Так, также немаловажный вопрос, у многих интересующий, можно ли получить распределение в другие земли в Германии. Другие земли принимают беженцев только в редких исключениях. Получить распределение в регион, который официально не принимает мигрантов, вы можете только при условии, если у вас известная причина попасть в определенную землю. А именно, сейчас такой вот небольшой перечень вам прочитаю. Рабочий контракт, справка об обучении, близкие родственники, это муж, жена, несовершеннолетние дети, или друзья, или знакомые, которые готовы вас прописать в квартире. Для того, чтобы знать точно, принимая ли федеральная земля или город, в который вы планируете ехать, то сначала нужно обратиться в миграционную службу. Но учтите, что миграционные службы не всегда быстро отвечают на электронные письма и звонки. Если вы не имеете в Германии родных или друзей, которые готовы вас принять, первым местом, куда вы должны отправиться по приезду в Германию, и первым местом вашего расположения в стране по прибытию, будет специальный лагерь для беженцев. Уже оттуда вас направят в землю, которая еще открыта для украинцев. Как правило, выбор земли происходит без участия мигрантов. Обычно доехать до лагеря можно не только на машине, но и общественным транспортом. Какие условия для украинцев в лагерях беженцев? Выезжая в Германию и соглашаясь на пребывание в лагере для беженцев украинцев, надо быть готовыми к определенным условиям. Лагерь представляет собой большую территорию, обнесенную забором, попасть на которую можно только при наличии специального пропуска. Дома для переселенцев обычно представлены длинными бараками или металлическими фургонами. Помещение разделено на комнаты с двухэтажными кроватями, где проживают от 4 до 8 человек. Беженцам обеспечивается трехразовое питание, а также на территории лагеря есть врачи, которые оказывают первую помощь и психологическую поддержку. Вот. Я вам, ребята, хочу рассказать о нашем спортзале, в который мы попали, когда приехали в нашу землю, в наш город. И этот спортзал вспоминают до сих пор все беженцы, которых мы случайно там встречаем в центре, либо же с которыми поддерживаем общение. Все до сих пор вспоминают этот спортзал каким-то добрым словом, потому что там действительно была уютная атмосфера. И, ну, вообще ничего плохого не хочется даже сказать, потому что ничего плохого вообще не было. Лагерь этот, ну, как лагерь, ну, спортзал, лагерь это немножко другое, это спортзал, ну, суть одна, да, был с очень большой территорией. Беседка, настольный футбол, детям выдавались машинки, на которых можно ездить. Также велосипеды давали просто, ну, попользоваться, да, поездить по территории. Метчи детям давали. Также за спортзалом было футбольное поле, где можно было играть в футбол или же просто бегать. На роликах там катались, я тоже видела. Настольный теннис был именно внутри спортзала. Ну, то есть были все условия просто проводить как-то вообще свое время, особенно тем, у кого есть дети. Вообще классно. Также беседка была, много лавочек на территории, вай-фай. В помещении всегда было прохладно, было лето, ну, и не было жарко, знаете, вот было хорошо прям. В свободном доступе всегда чай, был кофе, холодная вода, молоко, сливки, сахар, то есть, ну, все-все-все было. Также по приезду нам сразу выделили все необходимые предметы личной гигиены. Это полотенечко, зубная паста, зубная щетка, гель, шампунь, мыло, бритвы. Ну, в общем, ну, полностью все, что необходимо, и вообще, это очень ценно, и мы вообще были удивлены, знаете, что такая вот идет поддержка. Мы только приехали, нам сразу дали, мы прошли тест на коронавирус, нам сразу, нас провели две немки в спортзал, дали нам по раскладушке с Настей, одеяло-подушки. И сразу такой вот пакетик, в котором были все вот эти предметы личной гигиены. Мы очень тогда с Настей, помню, удивились, такие, ничего себе, ну, так, знаете, как-то нам это было непривычно, и мы действительно были удивлены, что такая вот помощь. Питание отличное было, трехразовое по расписанию. Завтрак рано утром, обед, там, по-моему, с 12 до 2, и ужин. На завтрак и ужин давали приблизительно одинаково, это колбаска, сыр, хлебушек, масло, всякие джемы сладкие, такое. Обеды тоже были очень хорошие, сытные, порции были большие, повара очень такие приветливые были, мальчики, по-моему, они менялись. Вот, что и что еще? Что еще вам рассказать? Наста. Ну, Наста, как обычно, ей вообще все равно. Просто, чтобы я ничего не забыла вам рассказать, что же еще там было такого хорошего. Просто, сработники очень хорошие были. Вот. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что мы в восторге, и очень нам радостно, что мы попали именно в такой спортзал. Вот, и все его вспоминают до сих пор. И потом нас распределили, кого куда, кого-то в школу, кого-то, как нас в полицейский участок. У нас есть на канале видео и школы, ну, условия, да, проживания там, и спортзала нашего. Ой, спортзала, господи. Полицейского участка. Когда мы были в спортзале, мы тогда еще не вели свой влог. Поэтому, к сожалению, у нас нет этого видео. Одно раз хочется поблагодарить Германию за такую колоссальную поддержку и помощь украинцев. Поэтому смотрите актуальную информацию в интернете, узнавайте у знакомых, которые, возможно, здесь находятся. И выезжайте. Земли Германии принимают еще беженцев. Поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.